Заманчивый смс с возможностью выиграть невероятный приз, выгодные предложения в интернет-магазинах и откровенное запугивание по телефону. Это самые популярные методы обмана доверчивых граждан. Оставшись в итоге без обещанного товара и без денег, люди обращаются в правоохранительные органы. Но раскрыть такие дела быстро не получается. Почему, расскажем далее. Паника и растерянность. Вот на что делают ставку мошенники. И хорошо, если рядом окажется кто-то более здравомыслящий, чем, например, взбодораженное известие мать. В Ленском отделе МВД говорят, этот метод обмана самый популярный. Звонят тому или иному родителю и начинают говорить о том, что их ребенок совершил преступление, и за него надо оплатить денежные средства. И говорят, на какой счет перевести деньги. В 2015 году по статье «Мошенничество» в Ленском районе было зарегистрировано 29 преступлений. В 2016 уже 41. Причем их большая часть пришлась на два последних месяца года. Ленчане покупали подарки и пользовались интернет-магазинами. Часть из них создается мошенниками. Люди заказывают, так как, соответственно, там цены ниже, чем предлагают у нас в супермаркетах, магазинах и иных сайтах, которые действительно зарегистрированы в установленном порядке. После перевода денежных средств данные сайты удаляются с интернета. Соответственно, человек остается и без товара, и без денежных средств. А вот одноленская семья без товара не осталась. Выписала посылку наложенным платежом. К оплате выставили почти 10 тысяч. Но обман вскрылся только при получении ее в местном почтовом отделении. Заказали через веб-сайт телефон с доставкой сюда, дешевый. Не знаю, почему их не усомнило, что такой дорогой телефон и так дешево. Но все же заказали, он пришел наложенным платежом. Ну, оплатили и уже в тот момент, когда оплатили, увидел такой инцидент, что вместо телефона пришел граненый стакан. Деньги вернуть, ничего не вернули. Почта разводит руками, говорит, это не единичный случай такой. Но это, конечно, не зона ответственности почтовиков. Есть и другие так называемые разводы. Выгодные смс-лотереи, розыгрыши на радио и многое другое. Но абсолютно все виды мошенничества с помощью интернета и телефонов трудно раскрыть. В ход идут подложные сим-карты, а деньги обманутых людей уходят далеко за пределы республики. Поэтому здесь главное быть бдительным. А действия мошенников не застрахован никто. Олеся Васева, Руслан Кириллов, Сергей Счастный. Телеканал «Алмазный край». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!